Всем привет! Хотел сказать доброе утро, но у меня-то за окном уже вечер, поэтому у меня добрый вечер, поэтому я вам говорю добрый вечер, несмотря на то, где вы находитесь. В США, на Камчатке, во Владивостоке или где-нибудь в Пензенской области. В Пензенской, кстати, отличная кленоварня и кленовый сироп оттуда один из самых лучших. Итак, значит, мы сегодня готовим прибалтийскую такую похлебку. Очень, кстати, вкусная, быстрая и, самое главное, вот из простейших доступных ингредиентов. Главное в нашей жизни, в русской, это же картофан. Картофан превыше всего. Хотя французы, кстати, тоже его активно-преактивно используют. Но я картофан разрезал, чтобы он у меня так лежал здесь, не мешался. Главное для любого супа это вода. Мой спонсор, Аквафор, значит, мне предоставил вот такой кувшин, через который я фильтрую водицу. Значит, каждый раз, когда я варю супы, я всегда беру фильтрованную воду. Почему? Потому что хочу, чтобы суп был насыщенный вкусами тех ингредиентов, которые я туда добавляю. И ни в коем случае ни с каким вкусом ржавчины. Не дай бог всевозможная хлорка бывает. Кипятишь, и запах хлорки по кухне разносится. Ну что это такое? Ну, в общем, я к тому, что к хорошему нужно привыкать. Не бояться этого, а наоборот кайфовать. Значит, пусть водица греется. Я сразу же, пока она греется, добавлю сюда лаврушку. Одну, одну вот такую вот лаврушечку, которую я привез из Геленджика. От моего тестя. Дальше, значит, рыба горячего копчения. В идеале, этот суп должен быть с треской горячего копчения. Но мы же все знаем, что если есть зубатка, тогда стоит купить зубатку. Если нет зубатки, значит, купите треску. Очень хорош окунь красный горячего копчения. Красная рыба, я имею в виду горбушу или кету, она может немножко горчить. Но, в принципе, это допустимая как бы вещь. Потому что для меня вообще секрет, как люди едят многие блюда и не морщатся. А мне, например, они совершенно не нравятся. Значит, сразу же косточки, кожицу, все-все, и отправляю вот сюда. Просто здесь во время термообработки сок тут сгустился. Вот, я его не хотел терять. В общем, главное, я даже из пакета не достаю. Вот эти все тарелочки там это все мазать не собираюсь. И я вас призываю. Не надо вот это вот смотришь на 26 тарелочек. Здравствуйте, дорогие гости. Вот у меня 26 тарелочек я вымазал. Сейчас я буду все перекладывать в кастрюльку, буду варить для вас суп. Не надо никаких тарелочек. Возьмите, просто вот вы из магазина принесли. Сразу же варите из этого суп. Зачем там это перекладывать? Мыть 10 раз. Вы думаете, что так просто? Там на бэкстейджи. Вот эта картинка такая классная. Типа, ой, все кулинарные программы такие замечательные. Вот все достали миллион тарелок. Там потом персонала тысяча. Кто-то моет. Кто-то куда-то бегает. Что-то происходит. У нас все очень просто. Я вот с утра сгонял на рынок. Потом пробежался по магазинам. Нашел то, что мне нужно. И вот так вот использую. Вы так же делаете. Я уверен на 100%. Главное сделать так, чтобы костей никаких не попадалось. Поэтому смотрим, тщательно перебираем. Я взял хвостовой отруб. Я вообще любитель вот этих частей, где есть только хребтовая кость. Смотрите. Есть только хребтовая кость и нету никаких боковых торчалок. Я их так называю. Вот если вы ближе к голове возьмете, там может и кость от ребра попасться. А может еще там боковые вот такие вот маленькие косточки тоже. Берите всегда хвост. Не пожалеете. Реально здесь нет никаких лишних костей. А только берете вот так вот снимаете и все. Но я еще жирок отсюда снимаю. Я вообще стараюсь, чтобы ничего в зубатке не пропадало. Значит, если вдруг у вас не получилось купить все вышеперечисленные рыбки, значит, покупайте то, что есть. Покупайте любую рыбу горячего копчения. Из нее получается великолепный прибалтийский суп. Да, кстати, если кто-то... У меня, кстати, полным-полно подписчиков из Прибалтики. Напишите, как вот называется вот этот сливочный суп из трески. Я понимаю, что там европейская часть и Норвегия, и Финляндия варят подобные супы. Кто-то там из лосося, из некой рыбы, которая почему-то называется, как целый подвид рыб. Лосось. Напишите, пожалуйста, в комментах, как называется этот суп. Я хотя бы буду знать. Я ж, если вдруг что-то не знаю, вот никогда этого не стыжусь. Я всегда либо залезу в литературу, либо залезу в гугл, если я нахожусь на улице, и мне нужно срочно что-то выяснить. Либо спрошу у своих подписчиков, которых у меня довольно много. И если вы не поленитесь, то я с удовольствием... Знаете, когда читаешь информацию, не просто вот что, типа, там, ты, ну и человеку что-то не понравилось, он написал такой. А я вот люблю конструктивные штуки. Пишет человек там, ты, потому что вот так, 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 а я бы тебе рекомендовал вот так, так, так. Вот тогда хотя бы я не обижаюсь, да? Ну да, можно там обозвать. Бывает, и я там грешу лихим словцом каким-нибудь. Но главное, когда ты понимаешь, в чем ты не прав, тебе предлагают альтернативу, ты с ней соглашаешься или нет, и получается конструктивный разговор. Варится бульон сейчас, да? Вся шкура, хвосты и кости, все отправляется сюда. Нитки, которыми была обвязана рыбеха, я их не стал варить, хотя теоретически тоже можно. Ну, то есть, если их, если ими обматывают рыбу, потом мы обрезаем, выкидываем. От них же не умирал никто. Их есть можно не есть, но зато они прокопченные и жиром пропитаны рыбным. Это я в теории, это я не настаиваю ни в коем случае. Значит, что нам не хватает для жизни? Во-первых, обязательно нужно нарезать лук, чтобы сделать зажарку. Кубиком там каким, не очень мелким, не очень крупным. Бульон должен вариться минут 15, потому что можно, конечно, варить и час, но, во-первых, за 15 минут активного кипения копченые ароматы прекрасно переходят в воду. Это раз. Во-вторых, у нас уже рыба вся приготовленная, там что нам вываривать? Можно, конечно, и два часа варить, выварить кости, он будет как желатин, но 15 минут достаточно. Значит, кусочек сливочного масла 30 граммов. Опа! Сюда, значит, луковицу, ну, вернее, половинку, да, я имел в виду лук, который нарезанный. Все, огонек чуть меньше, сковородочка стальная, накапливает температуру достаточно хорошо, передает хорошо. Пусть лучок там сам томится. Картофан. Картофан нужно нарезать помельче кубиком. Передвину рыбку так, чтобы было видно. Мелким кубиком здесь должны проявиться ваши навыки, нарезки, ну, и, соответственно, заодно посмотрите, насколько у вас хороши ножи. Честно признаться, я сколько времени пользовался, и вот на съемках пользуюсь, значит, ножом вот этим. Но за этот год у меня, соответственно, появился свой авторский нож, который я, ну, по своему, так сказать, разумению попросил сделать, ну, объяснил, что бы я хотел от ножа. Я вам хочу сказать, что нож это очень важная вещь, прям наиважнейшая. Причем, значит, большинство мастеров, они вообще не понимают, что такое поварской нож. Ну, бывает такое, да? Мы же все понимаем, что такое каша, но для каждого она разная. Есть некая, ой, ну, хорошо, давайте другой пример. Блины. Для всех они разные, но суть одна остается, что блины должны иметь определенные характеристики. Чаще люди, которые делают ножи, они вообще даже не обращают внимания на то, каким он должен быть. На выставках делают ножи, показывают, мол, типа, поварской, берешь в руки, блин, ищешь глазами, у кого растут руки из жопы, то это ноги. Если да и руки растут из жопы, это ноги. Вот. Ищешь сразу у кого, кто ногами сделал нож, потому что геометрия это вообще наиважнейшая вещь. Так я даже отвык от этого. Режу я такой думаю, блин, неудобно, как им резать. Так, лучок карамелизанулся. Ой, красивый. Главное его тут не поджечь сильно, чтобы он там не сгорел. Нужно фильтрануть бульончик, ну, чтобы вся эта труха там у нас не попадала в суп. Так, лаврушечку, пожалуй, я верну назад. У меня получился бульон из костей, которые великолепно передали вкус и аромат. Теперь я все это назад выливаю. И он к жирнике, кстати. Зубатка, в отличие от риски, жирная рыба. Вот, ну, получается вкусный суп. Теперь сливочное масло вместе с луком отправляем вот сюда. Картофашку сюда. Картошки много. Половина объема жидкости это картошка. Мне, ну, то есть я когда размышлял над этим супом, а я всегда над блюдами размышляю. Ведь у нас настолько очень похожая кухня у всех народов. Вот реально у всех. Если разобраться, начиная вся скандинавская часть и Прибалтика, да, делают уху из сливок. Допустим, Англия туда, через пролив, они делают, называется это, чаудер называется. То есть они наваривают все это на картофане, на такое-то все густое, со сливками. Много туда разной рыбы. С копченкой это вообще гениальная история, потому что везде в России продается копченая рыба, горячего копчения, любая. Чаще всего красная, сухая. Ее просто есть как бы, ну, не прикольно, да. Ее нужно с чем-то или с сыром смешивать, или так далее. А в супе мягкая картошка, жижа, все это вываренная. Огонь. Самая вообще подходящая, суперская тема. Мне еще, помимо всего прочего, нужны сливки. Я, как видите, аккуратно замотал фольгой, чтобы, типа, там реклама никакого не было. Здесь могла быть ваша реклама. Сюда я добавляю муку. На этот объем у меня здесь 2 литра. После праздников, если раньше все съедалось кастрюлями, то теперь варю в маленьких, потому что никто есть не хочет, не заставишь. Вот. На этот объем сыпем сюда 7 граммов. 7 граммов. И наливаем сюда сливки. Сливки жирные. 33% для соуса. Видите, такие. Ну, 50 граммов сливок. Если сливки у вас вот такие, как у меня, то сюда еще требуется долить чуть-чуть водички. Иначе есть вероятность того, что мука в густых жирных сливках может не разойтись. И все аккуратненько смешиваем. Если есть мини-венчик, то используйте его. Суп должен быть густой. Вот как чаудер. Только если вдруг мы же понимаем, что каждый готовит под себя. И вот несмотря на то, что люди едут в Чехословакию и пробуют гуляш, в котором там ложка стоит, да. Здесь в России принято суп-гуляш или паприкаш варить более жидким, потому что русскому человеку более жидкий вариант приемлем. Получилась вот такая вот замазка. Затяжка. Ну, что-то там есть небольшие комочки, ничего страшного. Порастираю их. Обязательно щепотку соли. И обязательно пробуем, что у нас происходит с солью в кастрюльке. Потому что картофан сейчас забирает на себя всю соль. Только учтите один немаловажный фактор. У нас еще зубатка сама по себе соленая. Соли недостаточно. Ну, зубатка даст. Досолим в конце, уже когда все будет готово. Еще один важный ингредиент. Укроп. Вот смотрите, когда мы завершим суп, тогда будет зелень укропа. А пока он варится, я всегда отправляю в рыбные супы, особенно с копченостями, стебелечки. Вот я их сейчас режу. И аромата от стебелечков в 100 тысяч раз больше, чем от зелени. Потому что в стебелечках всегда больше аромата. Сколько тут? Ну, 2 столовые ложки, да? Все это сюда отправляем. Прям свежак. Не обжариваем, не солим, не маринуем, ничего. Просто нарезали потоньше и отправляем к картофану. Когда уже картофан почти что доварился, почти что, пора отправлять туда рыбу. Ее с ней не надо что-то особенно там ее резать или еще. Она вся там развалится. Ой, ложка-поварешка. Мы ее отправляем вот сюда. И у нас получается, правильно, полная кастрюлька еды. Потом нам надо, чтобы рыбка проварилась. Там 3-4 минуты, да? За это время у нас картошка продолжает вариться, доваривается. Размешиваем рыбку, разминаем, чтобы она у нас кусками там разошлась. Нам не надо, чтобы она была в пюре, как в супе из сайры. Там мы ее разминаем, чтобы она была однородной массы. А здесь не надо, чтобы она была однородной массы. Пусть она попадается кусочками. Так всегда интереснее. Теперь уже можно досаливать. Уже досаливаем по вкусу, пока закипает. Теперь перчик по вкусу. Суп немудреный, простой, поэтому добавляем самый простой ингредиент. Вы запомнили, да, что сливок там немного должно быть, но должно быть вкусно. Да, если у вас сливки 10%, тогда побольше лейте, чтобы вкуса было больше сливочного. Все, здесь у меня по чуть-чуть льем, размешиваем, льем, размешиваем, льем, размешиваем, льем, размешиваем. Вот, супчик получается. Льем, размешиваем. Во-первых, мука не дает отсекаться сливкам. Во-вторых, картофельный крахмал, который, картофельный, картофельный крахмал тоже не дает там ничему отсекаться. Получается очень и очень хорошо. И даем 3 минутки на медленном огне, пусть слегка потомится, а я за это время укропа нарежу. Так, теперь мы сюда побольше укропа свежего. Некоторый картофан, кстати, даже разварился немного. Левой рукой-то, когда научусь уже орудовать. О, вот это суп, вот это я понимаю. Пора пробовать. Ничего, это далеко. Отставил. Вот, вы все знаете, что есть финская уха, да? Там куча лосося, морковочка, сливочки, все дела. Я хочу сказать, что это вкуснее. Прям. У меня еще и зубатка. Блин, это ну вот прям первый конкурент финской ухе. И зубатка, несмотря на то, что уже была готова, ну в смысле горячего копчения, она по своей текстуре такая, что даже вот сколько она проварилась, почти 10 минут, еще после того, как я ее добавил, она не стала сухой. Поэтому, она не стала сухой, поэтому я рекомендую к этому супу зубатку, а не треску. Шикарно. В российском ютубе все приготовили финскую уху, а вот этого супа ни у кого не было. Так что, пожалуйте, попробуйте. Он интереснее, вкуснее, по консистенции очень нажористый, зимний, классный суп. И можно использовать любую практически рыбу. Приятного аппетита! Пользуйтесь!